И тогда всё будет хорошо? Конечно, но нам нужно позаботиться ещё кое о чём. Маленький предатель должен сгинуть. Нет, 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 нет! Бармадюк, ты меня называла! Бармадюк. Кто такой вообще Бармадюк? Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Мы продолжаем с вами играть во Фрэнд Боу и мы предчувствуем с вами эпичный финал. Мы открываем загадочную окровавленную дверь и пытаемся спасти... Ой, я вижу, что там что-то всё очень плохо, там какие-то кишки. Окей. Это богиня смерти. Слушайте, у неё здесь очень страшненько, я вам скажу. Существу, прибывшее сверху, убирайся из логова Мабуки. Извините, но я ищу своего кота и мне нужно пробудить Мабуку. Просто Мабука для тебя мать Мабука, высокомерное дитя. И как ты собираешься её пробудить, а? С сумасшедшими идеей Конвенда? Конвенд хороший часовщик, он не сумасшедший. Ох, так ты его знаешь, полагаю, ты была в Эверсе. Ужасное место, позволю себе сказать, слишком ослепляющее. Что ж, именно туда я и отправлюсь после того, как я найду своего котика. Твоему крошечному муту вам самое место, вместе со всеми этими скучными существами. Грубый какой? Я ухожу, злое дерево, мой котик ждёт меня. Тут есть, кстати, зверя, но они вряд ли будут со мной говорить. Привет, козлик. Ой, прибыл, привет, кабанчик. Кишки. Пол бьётся, словно сердце. А это, наверное, мабука. Ух ты, какое большое красивое лицо. Похоже на человеческие черепа. Я так понимаю, нам нужно взять эту штучку, поставить её вот сюда. Нет, конечно, о чём я думала. В смысле? А, вот так. Так, и что? Мы посвятили на мабуку. Сейчас раскроется её вот этот... Берегись, мабуки! Эй, пробуждённая тьма восстала из неизведанного. Ой, простите, что разбудила вас, мать мабука, но мне нужна ваша помощь. Мне кто-нибудь скажет, кто это существо? Наверное, очень наглое для такого тельца. Прошу прощения, но я могу ответить сама. Я Фрэнбоу, человеческая девочка, мне 11 лет и я очень храбрая. Человек в логове мабуки? Забавно. Кто привёл тебя сюда? По-видимому, это Рэймор. Кажется, он ваш сын, не так ли? Мой сын уже проник в твою голову. Вы имеете в виду, скрывал ли он мою голову? Не думаю. Ты пила или ела красноватое зелье или бобы? Бобы? Мои таблетки похожи на красные бобы. Так что да, я приняла всю баночку. Тогда я не могу принять к тебе насилие. Сила была выпущена. Надеюсь, внизу ты найдёшь то, что ищешь. Спасибо, но что у меня сила была выпущена? Можете мне рассказать? Сила внутри тебя, разве ты не знаешь? Ты избрана пятью реальностями, чтобы стать хранителем ключа. Пять реальностей были созданы параллельно со временем. Что? О чём вы говорите, хранитель ключа? Что вам это сказал? Давным-давно великие валоки из прайми вповедали нам всё. Сын тьмы будет охотиться за хранителем, который вкусил красное семя. Ты слишком молода, должна сказать, слишком, чтобы стать хранителем ключа. Есть тебе что-то? С тобой происходило что-нибудь мрачное? Я думаю, что Рэмор убил моих родителей. Представьте, как я себя чувствую. Я и есть эти чувства, Фрэнбоу. Я всё зловещее, что можешь себе представить. Я питаюсь слезами и горем, отчаянием и страхом. Фу! Почему вас не волнует, что Рэмор убил моих родителей? Я думала, вы хорошая. Мне любопытно узнать причину, если тебе станет легче. Теперь я понимаю, это и есть причина. Ты ищешь правду. Вперёд, хранитель ключа, будь храбрый. Я открою твоё сердце. Ну что, ребята, подлезли в сомнительную дырочку. А что музыка такая? Как какой-то секс в большом городе. Давайте танцуйте вместе со мной. Немножко отвлечёмся. Ну что ж, мы снова в какой-то больничке. Ох, тело этого существа сделано из лес детей. А, нам говорили, так что не мыться рядом с ним. Я тебя знаю, ты забрала кое-что у меня. Не так ли маленькая воровка? Где моя спица, а? Ты заколола ею всех своих маленьких друзей? Что? Спица? Вы-то мёртвая медсестра из клиники Освальда. Разве я выгляжу мёртвой? А? Маленькое чудовище. Не могла бы ты взять номер? И сидишь где в своей очереди в зале ожидания. Но, мисс, мне не нужна медицинская помощь. Я просто хочу найти своего кота. Возьми номер и жди. Я не стану повторять. Какая грубая. И что у нас за номер? 07. Болотной номерочек. Так, а мы можем войти в эту дверь? Или нам нужно ждать очереди? Заперто, но здесь нет замочной скважины. Ладно, пойдёмте пока посмотрим, что есть здесь. О, это очередь. Ах, интересно, сколько мне ещё ждать? Несколько часов, может быть, дней. А я жду уже неделю. Сколько ждут остальные? Хам, я жду целый месяц. Но у меня номер два. Должна быть скоро моя очередь. Я жду три с половиной недели. Совершенно безнадёжно. Хам, простите, есть ли способ всё ускорить? Да, стать доктором самому. Это бы всё ускорило. И помогло бы всем. Да, логично. Тогда почему бы вам самим не стать докторами? Я не могу, потому что я болен. Я не могу, мой к... К... Что? К... Глаз ослеп. У меня сломан рог. Понимаешь, я не смогу стать доктором. Я должен быть пациентом. Я тоже не могу. Я потеряла способность пугать себя перед зеркалом. Но я вообще не больна. Прошу, позвольте мне пройти перед вами. Хорошо? Я не могу. Я даже не знаю, какая у меня болезнь. Вот почему мы здесь. Хам, как вы можете не знать? У вас что-то болит? Это очень трудный вопрос. Сделай его мягче. Как я могу сделать вопрос мягче? Это очень странно. Эй, а ты пробовал вытащить свои глаза? Иногда помогает. Тьфу, хватит. С вами невозможно говорить разумно. Конечно, ты не можешь нас понять. Ты не так, кто видит все. Ты знаешь, настолько несколько минут этого времени недостаточно, чтобы все понять. Хм, это так. Но было бы неплохо использовать некий здравый смысл. Почему? Что здравый смысл может такого, что не может незаурядный? Ну, он помогает лучше понимать друг друга. В любом случае, мы хорошо друг друга понимаем. Да, отлично понимаем. Мы уважаем различия. Хам, тогда кто видит все? Вы имеете в виду Мабуку? Нет, Мабука все знает. Это не то же самое, что видеть. А теперь я хочу подождать, потому что разговоры не сделают ожидания короче. Хам, ладно, спасибо и на том. Ребята странные максимально. Ах, ожидание было веселым вначале, а теперь стало скучно ждать. Думаю, урок не отрастет снова, и скоро я буду очень зол из-за этого. Короче, поговорить с ними нельзя. Должно быть, это экран с номером 1. А я думала сработать, сейчас нарисую, и будет все прекрасно. Так, 0,7 у меня. А почему 0,7, если их тут раз, два, три, четыре? Странно. Может, эта штука? Ух, тело. А если я нажму еще? Я уже взяла номер. Давайте поговорим с бабкой. Эй, детка, сейчас моя очередь говорит с месестрой. Понятно? Если ты не подожжешь, не оставишь нас в покое, я порой тебя на куски и съем. Фу, вы и дети детей, разве не знают, что мы дети неспелые? Эй, оставь пациента в покое. Доктор определит тяж твоего заболевания, не волнуйся. Давайте ее порежем, она меня бесит. Отрицательно, жаль. Давайте ее покрасим. А может, не надо поговорить? Ванный мальчик что-то об этом говорил. Кажется, это похититель. У меня нет мыла. Я не могу это сделать. Блин, вот начались тупки, да? Прекрасно. Заперто. А если мы сходим к Мабуке? Пожалуйста, вы можете снова проснуться. Мабука. Ох, у меня так много вопросов. Можешь с деревом поговорить? Тише, тише. Мабука видит о тебе сон. Шлифует зубы от твоей гнилой череп. Пьет твои слезы, полный страх. Она ухмыляется, покуда кровь в твоих глаз. Радует ее душу. Ну, не думаю, что здесь мне что-то поможет сейчас в решении задачки, которая у меня сложилась. Непонятно пока. Ну, я тут вроде бы все сделала. Вроде бы. Но это не точно. Все, начались тупники, да? В последней серии. Мыло. Колесики. Ох, тело этого существа. Тьфу, просто возьми номер и жди своей очереди. А если я вот так? Нет, не хочет. 106. О, блин, ребят, непонятно стало. А, может быть это? Сейчас, сейчас, сейчас. Вот так. Нет. Тогда еще одна теория. Что, если сходить в 105-ю? Дойти до ванны с вот этим чуваком, который там моется. А, нет, у него больше мыла нет. Хреново. Может, с ним надо поговорить? Ты взяла мое мыло? Почему ты взяла его? У тебя проблемы с гигиеной? Ясно. Это мне ничего не дало. Телефон. А здесь в домике. Небольшое послание в кармане. В домике. Но я не видела домик. Нет? Да, это мне ничего не дало. Очевидно, это ничего не дало. Может, с этой поговорить? Так. Подождите, а кто у нас все видит? Ну-ка, давайте сходим к Акуле. Может, она мне что-нибудь даст. Акула. Извини, мне нужна твоя помощь. О! Конечно, нужна. Что я могу для тебя сделать? Можешь сказать, какими заболеваниями страдает существо с номером 2? Он в зале ожидания ждет. Хм, посмотрим. А, я вижу его. Насколько я понимаю, это вовсе не болезнь. Это лишь головная боль, вызванная низким уровнем агонии. Ух ты! Ему нужно как-то помочь. Мне необходим его талон. Да, выплакай все слезы, что можешь в эту бутылочку. Но не забывай, что они должны быть вызваны неподдельной печалью. Это не составит затруднений. У меня довольно проблемный период в жизни. Я думала, что все наладится, когда мы с котиком вернемся домой. Но сейчас все так запутанно, тетя Гресс полностью обезумела. Разговор с ней был ужасен. Я действительно доверяла ей. Я не знаю, что теперь делать. Смабука сказала, что я была избрана для чего-то. Но она снова уснула и не отвечает на мои вопросы. Мне нужен мой котик. Объятие мистера Полночь. Самое утешение в моей жизни. Я хочу найти его, чтобы мы смогли вернуться в Эверсту и быть счастливы. Ммм, прекрасная боль. Такая глубокая. У нас есть противоядие. Бутылка полна слез. Отдай ее существу, у которого твой талон. Ступай, время никого не ждет. Спасибо, я пойду. До свидания. Ей. Мы сдвинулись с мертвой точки. Наконец-то. Это было сложно до этого допереть. Так. Идем. Так. У кого там головная боль? У этого, наверное. Держите, выпейте. Это вам полегчает. Ой, пытаешься меня отравить? Ха-ха, как мило. Давай посмотрим. На вкус это самый содержательный темный эликсир, который я когда-либо пробовал. Дай мне еще. Нет, оставьте меня в покое. Вы обещали дать свой талон, если я помогу. Ладно, ладно, держи. Есть, у нас номер два. И спасибо, твои слезы восхитительны на вкус. Ладно, мы раздобыли талон. Теперь я так подозреваю, нужно идти к бабке и дать ей талон. На тебе, бабка. Здравствуй, пациент номер два. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти тебя. У тебя назначено? Нет, совсем. Вы сказали мне взять номер и ждать. Прости, мы не помогаем больным людям без предварительной записи. Но я не больная. Я потерял своего котика. Я просто хочу найти его. Потеряла котика? Не волнуйся. Это естественная реакция на твою болезнь. Хотя тебе повезло. Многие вместо этого сходят с ума. Да не повезло. Но как мне попасть на прием? Ох, просто позвони мне. Вот моя визитка с номером телефона. Но почему я должна вам звонить? Почему я не могу записаться сейчас? О, это было бы глупо, потому что теперь я жду твоего звонка. Ох, хорошо. Я пойду позвоню. Она тупая. Она тупая. Она реально меня бесит. Она меня заставила заниматься вот этим дерьмом. Ходить туда-сюда. Не звоните ей по тысячу раз. Так. Изучить. 0, 1, 2, 2, 1, 217, 276. Я надеюсь, после этого она наконец-таки меня примет. А то я просто ее пошлю куда-нибудь подальше. Так. А. О, да. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 7, 2, 7, 6. Ой, здравствуйте. Да, вы сказали мне позвонить, чтобы записаться на прием. А, матафранбоу? Ага, я свободна сейчас. Нет, нет, хамм, нет. Да, у меня есть пара глаз. Правда, хорошо. Увидимся через минуту. Хорошо, отлично, спасибо. Так. И сейчас я к ней приду. Она скажет, что я беру снова талончик. Я таковую, блин, спасибо. Так мечтала снова взять ваш сраный талончик. Надеюсь, что нет. Значит, это будет очень тупо. Так, корова, я записалась. Здравствуйте, пациент номер 2 у тебя назначена. Да, меня зовут Франбоу, у меня назначена сейчас. Сейчас гляну в архив. Дата записана. Доктор осмотрит тебя через минуту. Просто пройди в правую дверь. Хорошо, спасибо. Наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки. Простите. А, и я тебя напугала. Ты довольно бледный. Фух, да-да, какой ужас. Ты похожа на здорового человека. Ой, спасибо, наверное. А теперь, если не возражаешь, мне назначат прием. Вообще-то я не возражаю, потому что это не мое дело. Это какой-то, наверное, валок без маски, мне кажется. Что ж, пойдемте. В 106. О, здравствуйте. Ты еще не решила покончить с собой? И разве с тебя не хватит всей этой боли? Ты Рэмор, не так ли? У меня не было возможности представиться должным образом. К сожалению, меня нельзя видеть в третьей реальности продолжительное время. Я Рэмор. Жуткая чернота. Принц тьмы. Я знаю, кто ты. Не делай вид, будто ничего не произошло. Ты убил моих родителей. Где мой кот? Что ты сделал с доктором Дирном? Я наслаждаюсь страданиями, что текуствует из твоих глаз. Я питаюсь ими. Ты проявление моих желаний. Я могу использовать себя для всего, чего захочу. Ты под моей властью. Это неправда. Больше нет. Я больше не позволю себя обманывать. Скажи мне, почему ты убил моих родителей? Почему? Ты полагаешь, что это я сделал такую ужасную вещь? Я видела тебя за окном в ту ночь. Должно быть, это сделал ты. Ты слишком доверяешь своим глазам. Разве ты не знала, что людские рецепторы слабы? Твое тело хрупко. Это его легко повредить. Так, он что-то лезет мне в голову, видимо. Когда же ты от меня отстанешь? Нет, не может быть. Прекрати. Я этого не делала. Нет, это была не я. Прекрати, пожалуйста. Выглядит отвратительно. Надеюсь, это реально не было так. Блин. Кто это сделал, моя дорогая? Кто убил твоих родителей? Глупая маленькая твоя должна помучиться и умереть, прежде чем стать звездой. Но я не думаю, что это мы... Так. И что? Мне кажется, он специально на нас вот это нагоняет, чтобы мы плакали и питали его. Я не убивала своих родителей, не убивала. Этот монстр хочет меня обмануть. Я знаю. Здесь все вокруг сумасшедшее. Я должна найти котика и уйти. Давай, иди. Вставай и иди. Так, эта дверь, наверное, закрыта и она не поддастся мне, да? Ну, конечно. Идем в единственную открытую дверь. О, нормально. На электрическом стуле сидит. Котик. Котик, мой милый. Я рядом. Ты в порядке? Котик, ответь мне, что с тобой? Мяу-мяу. Почему ты не говоришь со мной, мистер Полноч? Пожалуйста, не поступай так со мной. Мр. Поговори со мной, мистер Полноч. Это не смешно. Это все за место, правда. Ты должен выбраться отсюда, чтобы поговорить со мной. Я отнесу тебя в Эверсту, мой дорогой. Полонтрас нам поможет. Я обещаю, но ничто нас больше не разлучит. Мяу. Ох, котик, я скоро вернусь. Я должна помочь мистеру Дирну. Хорошо, кажется, он в беде. Так, мистер Дирн. На электрическом стуле. Какая-то жидкость. Шприц в нем красная жидкость. Окровавленные тряпки. Опять фотография старика Освальда. Так, наверное, плохая мысль нажимать на эту штучку. Доктор Дирн, вы в порядке, сэр? Сэр, очнитесь, пожалуйста, очнитесь. Доктор Дирн, вы живы, сэр? Ах, что мне сделать, чтобы разбудить его? Наверное, не очень хорошая мысль. Хи-хи, может, это его разбудит? Наверное, я сделала это зря. Мне кажется, мы его сейчас убьем. О! Ах, проклятие, что это было? Не волнуйтесь, доктор Дирн. Это я, Френ. А, что? Я не очень хорошо вижу. Френ Боу, сэр, из клиники Освальдова. Мы были на кладбище, помните? Френ, что произошло? Почему я привязана к стулу? Что ты сделала? Ох, я пытаюсь вам помочь, сэр. Большой монстр притащила сюда. Мы должны идти. Хватит, Френ, монстр. Я не в состоянии играть в игры. Хорошо, это был вовсе не монстр. Просто позвольте мне вам помочь. А это кто? Что она здесь делает? Я думала, ты ее приковала. Ох, но это так. Я говорила, что ее трудно усмирить. Мне избавиться от нее? Избавиться от меня, тетя Грейс? Почему ты так говоришь? Кто этот старик? Какая прелесть. Ты говоришь прямо, как твоя мама, когда та была маленькой. Моя мама? Вы ее знали? Кто вы? Я доктор Освальд Гаррисон. Я все о тебе знаю, Френ. Освальд из клиники Освальда? Да, Френ, тот самый старик. Откуда вы знаете мою маму и тетю? Много лет назад я изучал потрясающую сложность братьев и сестер-близнецов. Люсия и Грейс были частью моего исследования. Обе помогали мне найти ключ к успеху. Ключ? Хм, вы знали, что мои мама с папой были убиты? Конечно. Рэмор очень помог нам. Мы были нужны ему так же, как он нужен был мне. Если сила манипуляции необычна, а его сила. Но я не понимаю, почему ты так спокойно к этому относишься. В конце концов, это ты держала нож. Я неспокойна, сэр. Кто такой Рэмор? Почему он находится за мной? Скажите. Рэмор, проявление твоей слабости. Ослепленное и мощное проявление твоих страхов. Но почему мост рубил моих родителей? Потому что твои родители вмешивались в мою работу. На самом деле, я оказал тебе услугу. Ты страдала. А боль связана с ростом и силой, Френ. Освальд, пожалуйста. Давай сделаем то, что должны. Тетя Грэйс, не будьте такой злой. Мы же семья. Отпустите нас. Мы с котиком сможем найти себе место, не побеспокоив вас. Прошу, отпустите нас. Да, ты права, Френ. Мне жаль, что я была так жестока к тебе. Пойдем. Я бы с ней никуда не пошла. О, плохая идея. Очень откровенно херовая мысль. Пердун. Иди со своей тетей Френ. Разве ты не этого хотела? Сейчас нас, по-моему, прикончит. Френ, дорогая, послушай меня. Ты должна знать, доктор Освальд желает тебе только самого лучшего. Когда Люсия была беременна тобой, он знал, что ты будешь особенной девочкой. Он велел нам позаботиться от тебя, но твоя мама нас предала. Она хотела спрятать тебя от нас. Она думала, что мы хотим тебя убить, но это не так. Освальд действительно желает тебе самого лучшего. Но для этого ты должна позволить ему провести на себе небольшой эксперимент. И тогда все будет хорошо? Конечно. Но нам нужно позаботиться еще кое о чем. Маленький предатель должен сгинуть. Нет, 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 нет. Нет, котик. Сучка ты драная. Ну же, Френ, прекрати ныть. Кот мертв. Но он был моим другом. Ты убила моего лучшего друга. Ты также помогла убить моих родителей. Не так ли? Помогла. Как ты можешь с этим жить? Я ненавижу тебя. А, ненавижу тебя. Убей ее. Души ее. Похрен. Прекрати, Френ, на помощь. Помоги. Души ее. Просто убей. Выкинь ее со скалы. За котика. За котика. За котика. Иди до этого прикончи. Пошла в сраку, пертун. Принесите ее ко мне. Я пройду эксперимент, пока она еще теплая. Мне нужно немедленно извлечь мозг. Так, а ты-то тут Френ, ты в порядке? Что вы с ней сделали? Она пыталась меня убить. Вы были правы насчет Френда, доктор Дирн. Она была больна. Но у нее идет кровь. Позвольте мне позаботиться о ней. Нет, ты этого не сделаешь. Она моя. Я много лет ждал этого момента. Искал правильного ребенка. Правильный мозг. Теперь, когда она у меня, ничто меня не остановит. Освальд, забирай меня. Освальд. Освальд, Освальд. Спаси. И Кишу спаси. Пожалуйста. Ох, Френ, все будет хорошо. У меня мурашки. Кто вы? Я Итвард, о таком рассказывают многие дети. Но вы не человек. Блин, я прямо сейчас растрогалась. Я не могу. Мне хочется плакать. Он вызывает палантраса. Итвард, я нашел его. Боже мой, отойдите от девочки. Оставьте ее в покое. Котик, господи, он жив. Он жив. Крошку, Френ, нужно излечить. Думаешь, мы сможем использовать то же тело? Да, но она еще не совсем ушла. Сейчас. О, мать мабука, ты забрала невинность ребенка. Френ, теперь мертва и жива. Очнись в темноте, Френ, и ты сможешь пройти к свету. О, боже. У меня прям реально мурашки по всему телу. Фу. Нас лечат? Или забирают нашу душу? О, кошмар. Так, и что дальше? Что будет? Очнулась. Ай, что произошло? Итвард, Палантрас, мое сердце болит. Мистер Полноч, как? Ты жив? Мой котик. Я так по тебе скучала. Прошу, скажи что-нибудь. Френ, мы должны идти. Идти? Хорошо. Доктор Дин, смотрите, это Итвард и Палантрас. Я рассказывала вам о них. Помните, я говорила, что они настоящие. Видите? Теперь вы мне верите? Кажется, он сейчас упадет в обморок. А, он под действием штуки. Он не слышит тебя. Думаю, сейчас он под властью Мабуки. Нам нужно уходить немедленно. Ну, так уходим. Но он может пойти с нами. Прошу, он был очень добр ко мне. Он очень хотел помочь и защитить меня. Мы не можем взять его с собой. Прости. Но мы можем заставить его поверить, что это был лишь сон. Он проснется и подумает, что ничего не произошло. Но он не вспомнит тебя, Френ. Понимаешь, что ж думаю, ничего страшного, пока он в безопасности. Это очень мило. Наконец-то ты видишь дачу собственных желаний. Ты обрела единение. Твои родители гордились бы тобой. Вы действительно так думаете? Ах, спасибо, Палантрас. А теперь давай отправим доктора Дирна домой. Марсель Дирн читает заклинание. И отправляет его к себе домой спать. Прощайте, доктор Дирн. Пойдем, Френ, ты должна еще столько увидеть и узнать. Хи-хи, звучит весело. Пойдем, котик. Это финал? Скажите, что это финал. Я хочу, чтобы он был хороший. Я все еще многого не знаю. Но одно я знаю точно. Между чувством вины и страхом я выбираю счастье. Скажите, что это финал, пожалуйста. Я хочу хороший финал. Плиз. Мы летим, видимо, в выверсту. На Палантрасе, между прочим. Это вам не хухры-мухры. Да, это финал. О, да. Это хороший финал. Котик жив. Мы живы. О, у меня мурашки, господи. Я обожаю хороший финал. Особенно, когда за такое долгое время привязываешься к персонажам. Я надеюсь, что вы тоже рады такому финалу. Пишите в комментарии, как вам? Как вам игра? Мне очень понравилось. Я прям получила удовольствие от игры. В какие-то моменты было реально жутко. В какие-то моменты захватывающе. В общем, игра целиком и полностью доставила мне удовольствие. Я рада, что все так кончилось. Надеюсь, что вы тоже. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще на него не подписаны. Ставьте ваши лайки. А мы с вами увидимся уже очень скоро. Всем пока и до новых встреч!